Добрый день, у Анны Ардовой день рождения. Записывал с ней в свое время семейный альбом, такой был проект на телеканале России. Небольшой фрагмент, сейчас оставлю здесь. Смотрите далее. Как Анна Ардова приняла отчима Игоря Старыгина? Я спросила, Гоша, а у тебя мама есть? Он говорит, да, Игорь, а что ты к моей ходишь? Страдала ли семья от популярности советского Арамиса? Они караулили, ждали, выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. И неожиданные подробности жизни сестер. Вас представить кусающей за попу? Легко. Наоборот, вы не писаете, Настя смелее меня раз в 600. Я подумал, что ведь в советское время не было, а если бы была светская хроника, то когда ваша мама сошлась с вашим отчимом, Игорем Владимировичем Старыгиным? Да. Вот это была бы просто бомба. Учитывая масштаб известности Арамиса, об этом бы писали просто все. А вы когда бы поняли, что ваш папа – это секс-символ, вообще любимица державы? В каком возрасте вы, будучи дочерью, поняли, что это не просто отец ваш, а человек, которого знает и любит страна. Ну, наверное, в каком-то сознательном, там, наверное, четырех-пяти, ну, когда мы стали с ним куда-то выходить, и я стала видеть реакцию людей на него, когда невозможно было просто идти по улице, когда люди кидались, когда он ходил все время в темных очках. Помнишь девушки, которые бились в окно? А, да. Или швапами? А, да. Около квартиры, да. На первом этаже? Первый этаж. Да, первый этаж. Они караулили, ждали. Караулили, ждали. Выйти невозможно было. Да, это были фанатки абсолютно. То есть сидели барышни, которые ждали, когда... А ваше чувство гордости или какая-то опаска легкая, раздражение? Нет, опаски не было, наверное, в разные моменты по-разному. Когда-то это гордость за то, что, да, вот, ну, как будет, мой папа, а его столько женщин любят. Вот, а когда-то, естественно, когда... Я вижу просто, что его это раздражало местами. Ну, как бы, естественно. Доедало, конечно. Естественно, надоедало. То есть я видела его раздражение, естественно, я понимала, что, наверное, это тяжело. Последняя фотография. Одна из последней. От Екатерины Табашниковой вот эта фотография. А это у них, это где? Нет, это у меня на фестивальной. Фестивальной. А, да, да, вижу, узнаю в холодильник. Да, да, да. А у вас какие были отношения с отчимом? У меня очень хорошие были с Гошей отношения. Когда я была маленькая, это известно, я рассказывала об этом, я ему говорила, что я просто сказала ему, Гоша, скажи, пожалуйста, у тебя... Мне было мало времени, там, года два. Я спросила, Гоша, а у тебя мама есть? Он говорит, да, я говорю, а что ты к моей ходишь? А Люда Дмитриева, папина, следующая жена, рассказывала, что он меня взял, ну, видимо, взял погулять к ней на свидание. Я ей просто... Она же выходила из метро, а я ей говорила, уходи отсюда! Это мой папа, уходи отсюда! То есть я как-то боролась, видимо, за родителей сильно. Не, ну, Гоша меня обожал, Гоша, и я его, и как-то у нас все было хорошо. Я нас все достаю. Просто дело в том, что очень мне странно, вот сейчас вот смотреть на вас обеих и вспоминать, что вы бабушку, вашу бабушку, Зою Мойсемину, кусали за попу... Попу, да! Ну что, молодежь, когда к бабушке вернетесь? Серафима Аркадьевна, нам у вас было так хорошо, что мы, пожалуй, предпочтем не возвращались. Всего вам хорошего! Наверное, рассказывали, просто я не помню этого. Это правда, Настя взяла просто, она гоняла бабу Зою. Чтобы вас представить, кусающей за попу, я могу представить. Наоборот, вы не писаете, Настя смелее меня раз в 600. Это правда. Потому что, например, меня баба Зоя наказывала, ну, я, правда, на каком-то этапе пошла ей, сопротивлялась, я ей сопротивлялась, и она перестала меня наказывать. А Настенька, как только на свет появилась, сразу бабушку за попу укусила, и бабушка сразу стала ее слушаться. Если Насте не нравилось, что делает бабушка, она кусала ее за попу, и бабушка ее страшно боялась. И это прекрасно, я считаю. Мне вообще, кажется, меня боялись все. Настя смелее меня. Как бы это сложно поверить. Вот эта тема в тихом омуте, вот это все. Да-да-да-да. Где это все, Господи? Настя, ты прекрасная. Мне кажется, просто идеальная младшая сестра. Бесит ужасно, что такая идеальная младшая сестра. По традиции нашего проекта мы дарим вам альбом. Семейный альбом. Семейный альбом, в котором собраны фотографии и оставлено несколько страниц вакантных для нашей следующей встречи, где уже будут, я думаю, другие проекты, возможно, семейные. Семейные. Вот, я купила тебе книгу. Ты, пожалуйста, посмотри. Тут фотографии. Все написано про художников. Все прочти. Молодец, давай. Купила книгу. Это брош...